И снова здравствуйте! Как меня слышно? Поставьте плюсики. Должно быть слышно сейчас. Ой, отлично! Немножечко повеселились, да, с брундучком. Очень рада вас всех приветствовать. С вами сегодня Лилия Донскова. И у нас сегодня встреча посвящена такой теме, как проведение домашнего мастер-класса. Я хочу вас спросить, почему вы пришли? Вы планируете проводить мастер-классы дома? Или вы просто из любопытства пришли? Напишите в чате, кому эта тема действительно интересна. То есть на перспективу, чтобы применять это. Кому интересно, напишите. Пока вы будете писать, я вам расскажу, с чего у меня все начиналось. Вы знаете, многие уже из вас знают, что я открыла звание старший менеджер-директора за 4 месяца. И вы знаете, во многом мне помогло именно вот этот навык проведения мастер-класса. То есть я делала макияж всем подряд. То есть я вообще, я хватала женщину, девушку, пенсионерку и тащила на мастер-класс. Иногда бывало, что я в день проводила 6 мастер-классов. А учитывая, что каждый из них занимает где-то полтора-два часа по времени, потому что я еще люблю поговорить, чай попить с людьми, это, конечно же, долго. Но я старалась делать сразу двоим. И параллельно учила кого-то из новеньких своих тоже делать. То есть у меня были помощники. То есть я сразу сама делала, говорила, так, делай это, делай вот это, подправляла и так далее. Так, интересно, хочу провести. Так, Леночке актуально, потому что мысли посещали. Ребят, почему я обожаю мастер-классы? Я их до сих пор провожу. Я делаю даже макияжи свадебные, на юбилей, на выпускные. Делаю их за деньги. Кстати, мне это очень нравится, потому что это побочный доход. И при этом еще и творчество. Но я хочу с вами сегодня провести вот такой мастер-класс для того, чтобы вы начали строить свою команду из вашего окружения. Потому что человек, который попробовал продукцию на себе, вот увидел этот результат, что происходит с кожей, такого человека не надо уговаривать уже ни на что. Он только говорит, что делать, как это приобрести, где это взять, и даже не спрашивает, сколько стоит. Понимаете? Когда женщина видит сразу мгновенный эффект от применения продукции, она даже не спрашивает сумму, стоимость. Итак, давайте приступим. Я себе вот написала списочек. Вот первое, что вам нужно сделать, это найти человека на мастер-класс. Найти человека на мастер-класс. И подготовиться к мастер-классу. Что вам для этого нужно? Для мастер-класса вам потребуется несколько продуктов. То есть система по уходу за кожей лица. Я вам приготовила два варианта. Один вариант, с которого я начинала. Это самое простое. Наверняка вы уже видели вот такой вот шикарный каталог. Арифлейм номер 3. У кого он есть в руках, откройте страничку 77. На 77 страничке вы видите вот эту прекрасную серию. Алоэ. Видите? Алоэ Вера. Почему я вам говорю про эту серию? Дело в том, что, конечно же, хочется многим сразу проводить мастер-класс сразу дорогими средствами, такими сериями, как Экологен, Новэйдж. Но это достаточно дорогое вложение. И не каждый может себе позволить. Серию Алоэ может себе позволить каждый. Самое главное, да, какие плюсы у этой серии. Первое. Она доступна по деньгам. Вот в каталоге 219 рублей всего будет стоить один продукт. То есть вам нужно очищение, тоник, маску. Желательно две маски. Одну питательную, одну отшелушивающую. Далее вам потребуется крем вокруг глаз или гель. Лучший крем. И вам потребуется два крема. Ну, в принципе, даже один крем дневной, потому что вы же не на ночь будете человеку делать уход днем, поэтому вам достаточно будет одного дневного крема. То есть считаем очищение, тоник, маски, желательно две. И крем вокруг глаз, крем для лица. То есть 6 продуктов вам потребуется. Вот. Я вам не покажу серию Алоэ. У меня сейчас ее просто как бы нету, да, дома в использовании. Я вам покажу по-простому, чем я пользуюсь. То есть нам нужна будет пенка для очищения. Чем мне Алоэ нравится, оно подходит для всех типов кожи. Для всех. Для любого возраста. То есть она такая нейтральная. То есть она гипоаллергенна абсолютно. И она не будет сушить, она не будет давать слишком много питания. То есть она сделает вот просто классную, качественную очищение кожи. Понимаете? Это то, что нам и нужно. Чтобы человек очистил кожу, очистил поры. Да, мы нанесли ему крем питательно-уложняющий. Сделали маску, чтобы почистить поры. Или смягчить, если тип кожи у девушки сухой. То, конечно, делаем питательную маску. Вот. Ну, сейчас я вам побольше об этом во всем расскажу. То есть вам нужно будет подготовить еще какие вещи. Давайте с вами проговорим. Если есть возможность, вот такой вот аппаратик приобрести. У кого он есть, напишите в чате пятерочки. Вот такой вот шикарный аппаратик. Он называется SkinPro. У него есть такой колпачок, щеточка. И есть возможность приобрести сменные насадки. Вот чем мне нравится этот аппаратик, девочки, мальчики, наверное, девочки, да, у нас сегодня. Чем он мне нравится? Это волшебная вещь, которая что делает? Тут две кнопочки. Одна первая скорость – это слабенькая, вторая – более интенсивная. Как он работает? Нажимаем на кнопочку. Работает ровно одну минутку. То есть не надо засекать время, потому что лишнего тоже не надо. Что мы делаем? Мы смачиваем щеточку водичкой. Берем пенку. Наносим ее или сразу сюда. Я вот ленивая, я сразу сюда капаю. Можно распределить на мокрую кожу лица пенку, да, по лицу, по массажным линиям. И начинаем с носика. То есть у нас вот эта штучка должна промассировать нам носик 20 секунд, да, лобик, подбородок. То есть дольше всего на носик уходит. А далее по щечкам он сам бежит. Вот его когда включаешь, вот слышите, он так тихо мурлыкает. И вот так вот просто ведешь, он сам идет. Он ровно через минуту, он сам отключится. Или можно его отключить, нажать на кнопочку. Что мне понравилось? Он такой умненький. Он сам бежит по щечке вверх. То есть не вниз убегает, а он раз. Я делаю чуть-чуть подбородок массаж. И знаете, что я заметила? Сразу идет массажный эффект. То есть лицо как бы подпрыгивает. Оно делает такой, ух, прям подпрыгивает наверх. Щечки такие розовенькие, становится кожа чистая-чистая. И самое главное, просто для сравнения. Некоторые говорят, вот, где-то я слышала, что в Эвоне очень дешево он стоит. Я слышала, что вот в Мэри Кэй, по-моему, 4 или 6 тысяч он такой стоит аппаратик. В магазине он от 3,5 в интернет-магазинах, можно выписать такие штучки. Вы можете его приобрести. Кто в премьер-клубе, обязательно это сделайте. Приобретите его с 50% скидкой. Он выйдет у вас в районе 1000 рублей всего, навсего. Вот мы как батарейки вставили, ни разу не открывали. Все время на него вода попадает. То есть он такой классно сделан. Ну, такая форма, прям берешь в руку и начинается балдеж. Пользуемся всей семьей, обрабатываем мылом и перекисью водорода. Далее, смотрите, когда вы используете для клиентов, дома у вас одна щеточка для вас, для клиентов вы берете запасные сменные насадки. Потому что может быть сразу два клиента, там две насадочки сменных. Вы снимете, вот это просто легко снимается, я не буду сейчас снимать. Снимаете, одеваете при человеке чистую новую насадку. То есть человек должен видеть, что все чисто. При нем обрабатываете еще раз перекисью водорода, смываете водичкой. И только после этого делаете процедуру. И потом также при клиенте моете мыльцем и обрабатываете перекисью водорода. Потому что для многих людей очень важна стерильность процесса, чтобы это все было на их глазах, чисто, стерильно. Обязательно берете салфетки. То есть для каждого человека у вас должна быть чистые полотенчики. Я покупаю вот обычно такие маленькие салфеточки, хорошенькие, каких-нибудь приятных цветов, чтобы они были мягкие. Да, стираете обязательно с ленором, чтобы она была такая пышненькая, приятная. То есть на каждого одна салфеточка. Можно использовать одноразовые полотенчики. То есть рулончик взять. То есть я то рулончик беру, то вот эту салфеточку. Вам с собой нужна будет такая чашечка какая-нибудь для водички. Потому что может так получиться, если вы дома делаете, можно просто в ванную пройти и в ванной все спокойно сделать. Если вы делаете где-то, ну не знаю, где нет раковины, то с собой просто иметь, может в офис кому-то придете, возьмите с собой заранее тарелочку. В нее наберете из чайника теплую водичку. Она вам послужит для того, чтобы умыть человека, да, снять маску. То есть умыли, вылили, налили чистенькую масочку, сняли. Сейчас про это еще потом чуть позже поговорим. Так, по-моему, все рассказала. Вот по поводу глазок. Смотрите, вот именно в этом каталоге есть волшебный крем «Невероятный эффект». Кто его пробовал хоть раз, поставьте пятерочку. А девочки, его стоимость 500 с чем-то рублей примерно, да, в каталоге. Сейчас он идет со скидкой в каталоге 149 рублей. 149 рублей. Всего на все. А еще минус 20% скидка. Свет, напиши свои впечатления. Я вот что могу сказать по этому крему. 15 мл, баночка. Классно. Я беру обычно крем для клиентов, когда достаю, просто вот так ватной палочкой. Раз, набрала, быстро крышечку закрыла и крем раскидала, а потом уже пальчиком вбиваю. То есть чем он классный. Тоже у него нет возраста. Эффект невероятный, за счет чего здесь экстракт очанки и кофеин. То есть у кого темные круги под глазами. Я вот сегодня, например, поспала, наверное, часов 5 всего. Я утром встала, я поняла, что мама дорогая, я китайская женщина. И взяла сразу капельку, раскидала, пока быстренько расчесалась, заплелась, уже все, все сдулось. То есть он моментально снимает все припухлости. Он убирает отеки, он разглаживает мелкие морщинки мимические. То есть его можно использовать уже примерно с 18 лет. То есть такой крем без возраста. Если женщина говорит, что нет денег, нет возможности, ребят, ну 150 рублей, я думаю, это любая женщина найдет. Крем прослужит примерно 4-5 месяцев. Разделите, просто наберите на калькуляторе 159 или 149, разделите на 4, даже пусть на 4 месяца, сколько подходит. Им пользуемся утром, вечером, каждый день. Крем, ребят, он не лечебный, он нейтральный абсолютно, здесь травки, экстракт очанки, кофеин. То есть утром и вечером, и вы прям увидите, как уйдет синева, кожа выровняется и станет более такая свежая и упругая. Крем волшебный. Что я еще могу про него сказать? Кто страдает герпесом? У кого бывает у детей, или у кого на губах, в носу, когда простуда, вылазит герпес. У кого есть, поставьте там плюсик. Если у кого-то есть, или у ваших знакомых, порекомендуйте им просто взять капельку этого крема и положить на губу. У меня недавно я замерзла, ноги промокли, такая гадость на улице. И я чувствую, у меня пульсация пошла, как точка, дун-дун-дун такая на губе. Я быстрее хватаю крем, наваливаю на губу и все, и забываю. Все моментально, весь воспалительный процесс, весь отек, как рукой сняла. Я проверила на себе, это мне спасибо, Света Лукьянова научила, потому что я раньше мучилась этой ерундой. Как замерзла, у меня сразу вот это вылазит. Ничего хорошего нет, потому что болячка потом 2 недели не проходит, мучаешься. С этой штучкой даже ничего дальше не пойдет, главное вовремя погасить. Вот это первые симптомы, когда пошла пульсация. И я могу сказать, для меня это как домашняя аптечка. У меня этот крем всегда дома, хотя я пользуюсь обычно дорогими, экологеном, на Вэйдж вот сейчас пользуюсь. Но этот у меня всегда стоит в запасниках, потому что мало ли что. Это крем невероятный эффект, он сейчас в этом каталоге. Его код 107-96. В текущем каталоге до субботы его можно заказать. 107-96. По супер приятной цене. Ребят, берите, у меня вот их берут по 2-3 штуки. Я так понимаю, люди уже хорошо знают это средство и прямо его берут с удовольствием. Так, это то, что касается такого быстрой реанимации и для мастер-класса просто супер. То есть, неважно, какая у вас клиентка, какого возраста, с каким типом кожи, будет вообще суперрезультат. Так, дальше поехали. Нам по плану надо с вами успевать, потому что разговор-то такой достаточно объемный. Так, что мы с вами делаем? Подготовились. Нам нужно будет ватные диски обязательно, ватные палочки, да, вот такие вот с собой взять. Обязательно с собой возьмите губку. Вот такую губку у нас в каталоге, она стоит примерно 45 рублей со скидкой, может быть, чуть подороже или подешевле по акциям всегда бывает. Вот эта губка, чем она прекрасна? Она высыхает намертво, то есть она становится как сухарик, ее можно сломать. И в ней никакой вот не зарождается, как это, микробы. Микробы в ней не живут. Потому что вы ее помыли с мыльцем или с шампунькой, постирали, хорошенько прополоскали, отжали, положили ее, чтобы она была не в закрытом помещении, ну там, ни в ящик, ни в пакет, просто положили куда-нибудь на открытое пространство. Она быстро высохнет, а вы ее просто уберете, потом... Сейчас, секундочку, ребята, две секунды. Тебе? На сколько? Вот 40. А, ой, ну успеешь. Я вот сейчас нашел. Ты включи от офиса, возьми, Миш. Сейчас паспорт на проблему, на что-нибудь накинуть. Ага. Что, джинсы хотели вот просто белую? Да, без разницы, конечно, только там оденешься, иди. Так, меня слышно, видно? Маленькая рекламная пауза была. Ага, напишите, кто вот с этой губкой уже знаком? Очень классная вещь. Это незаменимая штучка снимать маски глиняные, сухие, маски спа. Без этой штуки вы будете очень долго умываться, или переведете кучу ватных дисков, а они достаточно дорогие. Эту же можно использовать каким образом? Мы когда проводили активную мастер-классы, мы ее резали на 4 части, вот так разрезали. В принципе, одного кусочка достаточно, чтобы растворять маску и смывать, отжимать, быстро мочить, смывать. То есть мы экономный такой делали, как говорится, вариант, чтобы на всех хватало, и не надо было столько денег тратить и вкладывать. Одну взяли, почикали на 4 штучки и так далее. Ребят, коды не скажу, я ее не видела в этом каталоге, она часто бывает. Посмотрите в прайсе, да, может быть, кто-нибудь мне поможет с кодами. Девчата, по каталоге пошуршите. Она часто бывает. Или в прайс-листе, где список продукции, не представленной в каталоге. Там она тоже будет. Я ее просто обожаю, всегда дома есть такая штучка. Так, ну что, поехали. Смотрите, мы с вами подготовили то, чем мы будем умываться. Обязательно вам понадобится средство для снятия макияжа. У нас в каталоге представлена такая вот сиреневая жидкость, да, просто для макияжа. И вот эта медузка, медуза, видите, она такая двухфазная, если вам хорошо видно. Если ее взбултыхать, то она становится однородного цвета, с пузыриками, такая красивая медузка. И постепенно начинает отслаиваться. То есть вот это средство для водостойкой косметики. Девочки, вот я вам скажу, вот это вот просто, как говорится, засада. Сейчас, секунду. Ну, проходи, бегай. Не буду отвлекать. Вот это вот просто, как говорится, засада, да, мягко сказано. Я ей вообще стереть макияж не могу. Я вроде бы не пользуюсь такими стойкими, там, тенями или чем-то. Для меня вот это целая каторга, ей снять макияж. Я вот ее просто, как-то случайно она мне попалась по какой-то акции. Я ее все-таки открыла в очередной раз, поняла, что это не мое. И теперь у меня всегда дома есть вот такая штука. Я не пользуюсь водостойкой косметикой. Но вот эта вещь так стирает макияж, снимает моментально. Что я делаю? Я беру ватный диск. Я делю его на две части. Вот так вот взбиваю, наливаю на два и вот так вот прикладываю на глаза. Считаю до сорока. Посчитала. Аккуратненько опускаю вниз, переворачиваю и одним движением вытираю к носу. Да, это с глаз. 32-138. Это просто конфетка. Я ее обожаю. И вообще я над ней просто трясусь. Я очень переживаю, если вдруг ее снимут с производства. Потому что она так щадяще снимает макияж. Она с маслами. И после нее уже кожа сразу мягкая. Она, конечно, по ощущениям, когда ее смываешь, кажется, что что-то жирненькое. Но, не знаю, мне от этого кайф. Потому что я уже потом смыла водичкой все. И... Не бойся, она прекрасно снимает. Я тебе говорю, прям подержала. 30-40 секунд вниз. Аккуратненько все сняла. Еще профессионально. Знаете, как это делать нужно? Сейчас я вам расскажу. Где-то у меня тут ножницы. Смотрите, как делают вообще профессионалы. Разрезают напополам кусочек. Вот такой вот. Берут вот так вот чуть-чуть вот этот вот. Или раздирают его напополам. Или, ну, неважно. Берут сначала вот так вот, подкладывают под глазик. Вот так вот. Потом сверху вот этот мочат. Глаз закрывают, чтобы реснички отпечатались на нижнем. И потом вот так вот раз и прикладываете сверху. Держите 30 секунд. Аккуратненько вот это опускаете на этот ватный диск. Да? И получается, что у нас вся грязь останется на вот этой ватном диске. То есть на кожу вообще ни тушь, ни тень, ни карандаш не попадут. То есть когда вот мы делали мастер-классы, женщины, мы всегда делали вот такую фишку. То есть мы подкладывали под глазки, чтобы не травмировать глазки, не мучить их, правильно? То есть мы потихонечку делали вот так вот аккуратненько. А девочки, женщины были просто в шоке. Они говорили, о, как круто, вообще так снимает классно. И чисто под кожей. То есть вообще супер. Вот. Надеюсь, вам эта рекомендация пригодится. Прям запишите фишку, то, что ватные диски порезать напополам. Можно их чуть-чуть вот так сразу вырезать, как с овалом. Немножко вот так вот берем. Вот этот кусочек, улыбочку такую вырезаем. И вот так вот подкладываем под глазик. Видите, да? Она уже сразу принимает форму глаза. Все. И аккуратненько раз. И все. И мы стерли у нас прекрасный макияж. Если что-то осталось в ресничках, мы берем ватную палочку. И это же средство опять взбиваем. Чуть-чуть на ватную палочку. И аккуратненько в ресничках убираем. Ребят, почему мы это делаем? Наверное, вы уже догадались. Я вам сейчас просто пример покажу. Возьмите себя вот за щечку. Подержите вот так щепоточкой. Щечка вот тут. Подержите себя. Чувствуете такая вот толстенькая кожа, упругая? А теперь возьмите себя вот тут вот щепоточкой за глазки. Почувствуйте разницу, какая тонкая-тонкая кожа. Какая она тут нежная, мягкая. То есть там вообще нет никакой... Во-первых, там две дырки. Если вы видели скелет, то здесь у нас есть костная поддержка. У нас тут кости, челюсти. А здесь у нас дырки. Если вы вспомните скелет, тут дырки, тут нет костной поддержки. Далее. У этой кожи, да, вот на всем лице, есть водно-базальный вот этот вот слой. Нижний, да, вот этот упругий, толстый. Здесь нету. Здесь очень тоненькая-тоненькая кожа. Она примерно тоньше, чем кожа на всем лице в 5-6 раз. Представляете? Естественно, на неё идёт больше всего нагрузка. Какая нагрузка? Кто ощутил разницу кожи? Дырки, да, там нету, там дырки, там нет костной поддержки. Какая идёт на неё нагрузка? Мы с вами постоянно глаза отрём, мы моргаем, мы ржём, да, мы ржём, у нас тут морщины сразу. Мы рыдаем. Женщины вообще очень эмоциональные существа. И всё это, да, вот тут вот у нас на глазах. Поэтому уход за глазами на первых часов... О, уже полчаса мы болтаем. Вот это место, особый уход, особый. И вы об этом должны сказать своей клиентке, понимаете? Обязательно, кому мы делаем мастер-класс, мы должны подробно рассказать, что это за кожа, чтобы она запомнила. Потому что, да, с чего мы первые начинаем вопрос у девушки, что мы спрашиваем. Да, мы когда знакомимся, это может быть знакомый человек, может быть мало знакомый, мы задаём вопросы. Пишите себе, какие вопросы нужно задать. Ну, да, я сейчас буду несколько вариантов, вы просто потом будете смотреть по ситуации и задавать такие вопросы девушке. Девушке. Первый вопрос, да, как вы определяете, какой у вас тип кожи? То есть, да, девушка сама должна сказать, какой у неё тип кожи, как она его определяет сама. Да, и вы себе записываете. То есть, сразу берёте листочек, да, и пишете на листочке, там, Марья Ивановна, тип кожи определяет, как комбинированный. Спросите, как она это определила, то есть, какими средствами она пользуется. То есть, сначала выясните, какой уход. Вот, да, как определить, сейчас мы с вами посмотрим, какой уход она использует. Потому что у нас есть отдельный тренинг, вы прямо его посмотрите в записи, там, целый час. Анюта объясняет, как определить тип кожи. Сейчас мы не будем на этом много задерживать внимания, потому что нам не хватит двух часов, чтобы всё это рассказать. То есть, как вы определяете, какой у вас тип кожи? Обычно все женщины что говорят? Или жирная, или сухая. Никто про себя не скажет, что у меня классная кожа. Очень редко такое бывает, что человек всем доволен. Я говорю, что бы вы хотели улучшить своей коже? Что бы вы хотели улучшить? Ну, кто, да, вы смотрите на себя в зеркало, да, и вот обязательно с собой, кстати, зеркало какое-нибудь красивое, классное, кстати, зеркало Ари Флейм. Такое было шикарное, я его просто обожаю. То есть, вы даёте девушке зеркало и говорите, что бы вы хотели улучшить своей коже. Давайте посмотрим вместе. Даёте ей зеркало и говорите, вот смотрите, можно поработать, если она говорит, ну я даже не знаю, можно поработать с зоной мимики. Хотелось бы вам, чтобы мимических морщинок было меньше. Там с носогубкой, овал лица. Вот смотрите, у вас вот тут вот шелушение, например, да, у вас шелушение, здесь вот выраженные поры, да, и видно, что они забиты чёрными точками, там серость вот эта. С этим мы тоже можем поработать. Вы, да, вы, ну как, вы согласны? Да, она может быть в каких-то местах сухая. То есть, вы выясняете у женщины, во-первых, чем она пользуется, какой фирмой. Если она говорит, что я умываюсь, например, молочком, тоником не пользуюсь и только на ночь мажу кремом. Ну, то есть, да, бардак идёт. То есть, вы говорите, вы знаете, вы, может быть, привыкли к такой системе. Я очень редко встречала за всё время практики, сколько я провожу, чтобы женщина мне сказала, я умываюсь пенкой, да, потом делаю маску два раза в неделю, протирая всегда лицо тоником после маски или после очищения, если маску не делаю. Мне никогда ещё женщина не сказала, что она утром пользуется и вечером кремом для глаз, и у неё есть два крема, да, допустим, дневной и ночной, две баночки. Они говорят, ты что, одна, одна на всё лицо, то есть, две баночки должно быть, дневной и ночной. Почему именно вот это важно? Смотрите, дневные кремы, они более лёгкой текстуры, лёгенькие такие, и в них содержатся ультрафильтры. Ультрафильтры – это дорогой компонент, он нас защищает от свободных радикалов, чтобы кожа не старела. И мы девушке объясняем, запишите себе вот эту вот фразу, я спрашиваю, как вы думаете, какие факторы влияют на старение кожи? Минутку молчу, слушаю, что мне скажут. Ну, те говорят, ну, не знаю, может быть там, не знаю, что, мороз, там ветер. Я говорю, да, на первом месте, на первом, у нас стоит солнце. Это первый фактор старения кожи, запишите себе. На втором месте две вещи, кто догадается, что на втором месте? Мне прям интересно, что вы напишите. То есть, солнце – это самый страшный фактор старения кожи. Если девушка выходит на солнце и не защищает кожу, может пойти пигментация, да, кожа сохнет, она стареет. То есть, свободные радикалы постепенно делают свое дело. У меня есть одна знакомая, которая безумно любит загорать. У нее прекрасно ложится загар на кожу, она не обгорает. Но она, моя ровесница, выглядит ее кожей настолько старой, настолько она вся иссушенная, просто катастрофа. Так, курение, старение, образ жизни. Да, давайте так, я вам по-простому скажу. На втором месте две вещи. Это наша вода, хлорка, и стрессы, нервы. Наша вода, которой мы умываемся, и стрессы. И я всем говорю, кто пользуется тоником? Все говорят, не-не-не, тоник – это фигня, зачем покупать эту воду? Я говорю, смотрите, мы пенкой умылись, да, это мой любимый коллагенчик. Что делает тоник? Тоник. Пенка. Пенка, она откроет поры, она их очистит, да, уберет грязь, жир, все, что кожа выработала там за ночь или утром. Некоторые говорят, я утром не умываюсь, какой смысл, я же на ночь все смыла. Я говорю, милая моя, вытри на ночь телевизор. Или, да, вот, ну, какую-нибудь полированную поверхность, где видно будет, да, или стекло, зеркало. Утром встань, посмотри, сколько на нем будет пыли. Ты спишь, ты спишь на подушке. Подушка – это тоже, она пыльная. И на тебя всю ночь садится пыль. Вот, смотрите, очень важно научить клиенту правильно пользоваться гелем. Смотрите, как обычно девушки делают. Если у вас у такого аппаратика не будет вдруг, да, в чем разница между пенкой и гелем? Ну, пенка, она как мусс сразу уже идет. У нас, в принципе, нету пенки, у нас гели для умывания. Были пеночки раньше тоже, ну, я, например, гель люблю больше. Смотрите, что делает пенка? Мы ее берем на кончике пальца, выдавливаем каплю, прям каплю. Ручки мокрые. И мы берем вот так вот и начинаем взбивать. И оно получается сразу уже, мы здесь делаем из нее пенку. И потом подушечками пальчиков начинаем с носика и пошли по щечкам, подбородочкам, по массажным линиям. Массажные линии это все знают? Поставьте минус, кто не знает, что такое массажные линии. Кто знает, поставьте плюсик, кто не знает, минус поставьте. Вот смотрите, если лицо разделить напополам, то массажные линии так расположены. От середины подбородка идет к мочке уха. К мочке уха. От крыла носа идет к виску. Вот тут вот у нас линия идет к уголку глаз. То есть вот эта линия идет к углу глаза. Носик мы прорабатываем, уходим вверх и лоб расходимся в стороны. То есть все вверх. Ребята, земное притяжение сработает, все успеет упасть на пол еще. Нам нужно все поднимать. Как работаем с шеей? Смотрите, мы с женщиной объясняем, что у нас лицо начинается от сосков. То есть вот это все, вот эта зона, которую мы ухаживаем, этими средствами ухаживающими. Ребят, не экономьте. Потом будете, знаете, как рады, что у вас шея молодая, потому что шея и руки выдают возраст женщины в первую очередь. И на шею нельзя сделать пластику. Понимаете? То есть за шеей следим очень круто. Да, лица у нас большие. Смотрите, берем шею по передней части вот этой. Мы работаем вверх. Вот тут мы уходим вниз. Как и работает лимфотоки. Да, лимфа. Мы еще помогаем лимфу протолкнуть. И опускаем ее вот тут. Вот лимфоузлы. Вот мы к ним раздвигаем. Помогаем убрать отечность лица. Понимаете? То есть и так расположена массажная линия. Сюда вверх. Сначала это жутко неудобно. Руки, кажется, вот так вот сломаешь. Потом мы делаем так. Раз, 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 раз. Сюда раз, 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 раз. Личко пошло вверх, вверх, вверх. Все. Сейчас прошу прощения. Вот. Дальше что мы делаем? Нанесли пенку массажными движениями. Где-то одна, максимум две минуточки. Нанесли, все вспенили и смываем. Можно также пенку вот этой губочкой смывать. Это щадящее, идет такое шелушение кожи. Легкий пилинг. Кому нельзя скрабы, да, у кого чувствительная кожа, у кого звездочки, много-много вот это, как она называется, так, купороз, да, так называется страшное такое слово. Ну, если вы видите, что у вас кровеносные сосуды близко, кожа тонкая, нежная. Девочки, можно пользоваться такой губочкой, она легко-легко будет все равно убирать мертвые клеточки. То есть нам нужно помогать коже убрать мертвые клетки, чтобы новые, здоровые, румяные поднялись наверх, и чтобы у нас кожа выглядела свежей, здоровой, красивой. Потому что если девушка не ухаживает за кожей, то видно, что у нее какой-то сероватый оттенок становится. Даже если поры не забиты, все равно мертвая клетка, она, когда становится дохлой, она становится плоская и серая. Если их не убирать, то, соответственно, цвет лица становится такой сероватый, какой-то не очень, как говорится, привлекательный. И, соответственно, морщинки быстрее прорезаются в лице. Пенкой умылись каждый день утром и вечером. Далее мы выбираем по типу кожи маску. Если вы видите, что поры здесь расширены, а здесь кожа вообще тоненькая и даже сухая, она говорит, ой, а здесь все время стянутость такая. Вот мы что делаем? Даем какую-нибудь питательную маску. Ну, у меня почему-то я взяла, в ванной остались. Есть, кстати, вот такая легкая отшелушивание, гладкая. Так, молочко сначала, потом тоник. Тоник всегда на втором месте. Молочко удаляет загрязнение, гели, пенки, все. Тоники завершают процесс очищения. Завершают. Восстанавливают паш-баланс кожи. Давайте не прыгать с места на место. Записали. Первое – гель. Очистить, удалить. Гель – это… Нет. Или гель, или молочко. Даш, зачем тебе и гель, и молочко? Скажи мне, пожалуйста. Честно. Скажи, зачем тебе два средства очищающих? Мы выбираем молочко для кожи нормальной, склонной к сухости, гель для комбинированной, склонной к жирности. Надо ей. Но если надо, то сначала гель, потом молочко. Вот. Ну, я, например, если честно вам скажу, когда вот эту серию на Вэйдж взяла, вот здесь молочко, я не привыкшая к молочку. Для меня это просто катастрофа. Просто протереть лицо и как это, ну там, не вспенить, не помыть, мне было некомфортно. Поэтому я сначала пенкой умывалась, честно вам скажу, а потом молочком протиралась. Вот тогда я полный кайф испытывала. Да, потом тоником. Мы делаем маски. Ребят, на мастер-классы не берите маску-пленку. Никогда. Дома ее использовать круто. Дома с ней очень удобно. Вообще кайфово. Ну, а если вы представьте, да, когда вы с себя снимаете эту пленку, там где-то осталось, вы подковыряли. Представьте, я один раз стала делать мастер-класс с этой пленкой. Нет, покраснений нет. Ну, это очень редко у кого бывает покраснение. Да, с глиной хорошо, можно губкой смыть все. Супер. Но когда я стала смывать эту пленку, я поняла, боже мой, я больше никогда на мастер-класс пленку не беру. Потому что это такое ковыряние. Человек сидел целый час сама, пыталась что-то снять. Ну, это вообще катастрофа. Поэтому вот это, крест, мы это не берем на мастер-класс. Дома для себя супер. Я эту маску просто обожаю. Видите, у меня прям очередная уже заканчивается. Половинка тюбика. Вот. Я очень люблю вот эту маску СПА. Сейчас вам один секретик скажу. Если у вашей клиентки, да, у модели прыщи, то эта маска для нее как палочка-выручалочка. Но вы порекомендуете ей попользоваться каждый день аппликационно. То есть, что это значит аппликационно? На конкретные угри. То есть, где вылез угарь, туда положи. Не надо на все лицо каждый день мазать, пересушивать кожу. Вылез он, положи утром, в обед, вечером. Она вытянет. Она этот прыщ просто как пылесос вытягивает. И вообще моментально уходит. Вот это воспаление. Самое главное, да, маска прям вот это наша любимая. У нас дома Лера без нее вообще жить не может. Это наша маска обязательно. Я вот ей взяла вот эту. Она говорит, мам, не то. То есть, все, что я ей брала, она говорит, не, мам, чайное дерево тоже не то. Вот это супер. Вот она у нее все прыщи, 16 лет. Сами понимаете, такой возраст, когда это вот постоянно появляются новые и новые прыщики. И она каждый день делает аппликационно несколько точек. Вечером смотрю, она бегает такая, как эта ветрянка. Да, я запись включила, девчата, если получится, классно. Если нет, ну, как говорится, вам повезло, что вы присутствуете. Так, с масками покончили. Запишите маску. Мы держим минут 7-10. Почему важно сделать маску? Потому что вы потом будете наносить тон. Если человек не ухаживал за своей кожей, то тон потом будет вот так топорщиться. Он будет ложиться как бы неровно, потому что кожа, да, где-то мертвые клетки скопились там, где-то сухость вывалилась. Вам нужно будет обязательно сделать масочку. Я когда делаю макияж за деньги, я или говорю, или ты вечером сделаешь, даю маску с собой, говорю, вот эту маску сделаешь на ночь. Обязательно. Если она говорит, ой, я забыла, я без маски макияж делать не буду. Потому что, нет, 20 минут это очень долго. Маску мы делаем. Смотрите, если у человека проблема с прыщами, две недели каждый день, вот эту СПА, две недели каждый день, она должна за это время, как пылесосик, вытянуть грязь и инфекцию. У вашей, у клиента, это может быть мужчина, кстати. Ребят, косметика не отличается. Мужчина, женщина, она, в принципе, одинаковая. Кожа для всех. Если это молодой человек, то же самое. Две недели каждый день. Сначала будет хуже. То есть предупредите, что сначала будет катастрофа. У меня просто так было. Я когда пришла в Арифлейм, я была жутко прыщавая. У меня вот тут все горело, черные точки вот тут, вот тут, на этом, между бровями. И мне косметолог наш Арифлеймский сказала, каждый день делай эту маску две недели. Но она меня не предупредила, что будет ухудшение. Вы знаете, как у меня все полезло? Я так испугалась, я к ней прибежала, говорю, Ольга, вы что-то за ужас, вообще катастрофа. Она говорит, прости, пожалуйста, это правильно. Она маска сейчас тянет. Я тебя забыла предупредить. Поэтому запишите и предупредите клиента, что надо потерпеть. Ни в коем случае нельзя давить прыщи. Знаете, почему? Кто знает, почему нельзя давить прыщи? Смотрите, что такое прыщ? Это инфекция начала бродить, и там гной зародился. И она находится в этой поре, как в колбочке. Когда мы начинаем выдавливать прыщ на носу, на подбородке, что мы делаем? Представьте себе шарик, воздушный шарик. Вы начинаете его сдавливать. Сдавливаете, сдавливаете, сдавливаете. Что произойдет, если вы будете сдавливать шарик? Он лопнет в какой-то момент, и воздух, вот эти ошметки шарика во все стороны. Вот когда вы выдавливаете прыщ, вам кажется, что он выпрыгнул? Да, часть его выпрыгнула, но вы могли надавливанием надавить так, что лопнула внутренняя стеночка, и гной пошел дальше. Утром вы встанете, у вас рядом еще три прыща. И пошло. То есть можно в кровь занести себе заражение, и пошло, пошло по всему телу эта инфекция. Ребят, проблем можно наделать себе страшно. Поэтому по рукам прям бить. Ни в коем случае угри давить нельзя. Вот, маска сама все вытянет, сама все подлечит, очистит, и будет ровненько, как вот у меня стала личико. Я такая довольная, потому что я за два месяца полностью избавилась от проблемы, с которой я жила до этого 25 лет. Ну не 25, прощит, конечно, позже начались, до 25 лет, так скажем. Вот, так, про маски я вам рассказала. Далее, тоник. Помимо того, что он завершает процесс очищения, тоник называют администратором. Почему его так называют? Ну вот представьте, вы пришли в ресторан, а вас никто не встречает. Вы заходите, никого нет. На столах грязная посуда, салфетки скомканные, и даже сесть некуда. И второй вариант. Вы приходите в ресторан, перед вами открывается дверь, и говорят, здравствуйте, проходите, давайте ваше пальто, вот ваш столик, вот вам меню, что вам вперед принести. То есть, да, две недели, потом, я забыла сказать, следующие две недели через день. Через день. Если пойдет сильная сухость, Лен, то сначала можно тонкий слой кремика нанести, а потом эту маску на проблемные участки. Но если у человека воспаление везде, то есть, видно, все вот как бы пульсирует, кожа горит, то это, естественно, надо на всю кожу. Если это несколько прыщиков, то просто на них конкретно. Вернемся к нашему администратору. Что делает тоник? Он встречает крем. Он встречает крем. Ребята, если вы берете дорогой крем, знаете, какая разница, когда вы берете капельку одну, и она прям, знаете, как льется по коже. Такой раз, и все. Капелька. Жук-жук-жук-жук-жук. Если тоника нет, то вы наносите, оно туда больше впиталось, туда меньше, крема уходит больше. Эффекта такого нет. И, кстати, да, о птичках. Если женщина наотрез отказывается, говорит, я не буду никакие эти гели, тоники, я умылом умылась, и мне хорошо. Я всегда говорю, ну, как хотите. В принципе, это ваш выбор, это ваше лицо. Вы должны знать одну фразу. Чтобы быстрее состариться, умывайтесь горячей водой с мылом. Просто скажите этой женщине, не надо никого заставлять менять свои привычки. Пусть человек сам захочет их поменять. Пусть он поймет, что старость все равно придет. И знаете, девочки, особенно, да, для девочек, мне кажется, это актуально. Когда смотришь на себя в зеркало и видишь, да, что появляются первые морщинки, они все равно появляются. Но есть разница, есть газон ухоженный, а есть неухоженный. И ухоженные морщинки, они и так же прекрасны. Понимаете? Поэтому чем раньше вы начнете ухаживать за собой, тем будет лучше для вас. Вот. И еще важный момент. Некоторые говорят, у меня пенка, например, морякельская, тоник эйвановский, это я из Фаберлика беру, а вот этот крем давайте я у вас закажу. Я говорю, не, не закажете. Либо вы всю серию берете и получаете эффект, либо я с вами не работаю. Я в этом деле, ребят, очень строгая, потому что я знаю таких историй десятки, когда человек берет, например, прекрасный тоник там в Амвее или в Эйвене, в какой-то Фаберлике, да, прекрасное средство из Мэри Кэ, начинает их еще Арифлейм рядышком добавить, и когда они же все равно друг с другом работают, вы понимаете? И в лучшем случае они просто, как говорится, друг друга не заметят, просто не будет никакого эффекта. В худшем случае будет аллергия, а на что? Извините, может быть, ни одно из этих средств бы не вызвало аллергию, но вместе они не договорились, просто поссорились, они говорят, ах ты там, тун-тун-тун-тун-тун, на шпагах начали бороться, все, они поссорились, человек аллерген, он говорит, а, взяла ваш крем и сразу аллергия. Блин, я никогда не продам отдельно крем, ребята, вот хоть меня застрелите. Я говорю, нет, это не ко мне, это вы можете пойти к дистрибьюторам, к распространителям продукции. Я консультант по красоте, и мне мое имя дороже, чем сотня-две, которые я заработаю на продаже вам крема. Нафига мне это надо, извините, за мой французский. Все меня поняли? Девчат, в мастер-класс штука очень интересная, очень классная. Так, что мы с вами сделали? Мы протерли лицо, то есть мы умылись, делали маску, протерли лицо тоником, и когда мы человека умываем, умываем, мы должны задавать вопросы, какие? Мы должны спрашивать, вы чувствуете, какое лицо чистое? Потрогайте. Я всегда перед мастер-классом говорю, запомните, как вы выглядите, как выглядит ваша кожа, рассмотрите себя, запомните. и я стараюсь делать фото до, какой ко мне человек пришел, фоткаю в процессе, и итоговая фотография, и потом показываю сразу разницу. Когда мы с собой носили компьютер, мы сразу фотки выводили на компьютер, вообще был шок, у всех был шок, что у них за один сеанс, вот это именно система, применение системы, дает такой эффект. Девочки, эту фишку надо использовать с собой в фотоаппарат, или если у вас телефон хороший, делает качественные фотки, вы все снимаете, и потом показываете разницу. Можно объединить фотку до и после вместе, посмотрите, где вы себе больше нравитесь. Я даже в офисе вешала плакат, и там приклеили, ну, у девчонок просила разрешение, можно я ваши фотографии здесь размещу, или женщина, особенно это очень сильно видно на взрослых женщинах. Я делала фотку до, и после рядышком писала, их склеила две. Вообще все такие, вау, вот это разница, кошмар. Хотя мы использовали простые средства, еще и коллаген был для нас очень дорог, да, как бы мы простыми, вот алоэ, оптимал серия, даже сразу супер эффект. Далее, что мы делаем? Мы спрашиваем постоянно, вам комфортно, вы чувствуете, как кожа посвежела, она дышит, вам приятные ощущения? То есть вы задаете постоянные поддерживающие вопросы. Когда у вас человек сидит в маске, вы ему как раз расскажете про все факторы старения кожи, вы расскажете про важность, что нельзя вместе использовать средства из разных компаний. Договорились? То есть вам же надо о чем-то говорить эти 7-10 минут, чтобы они не были просто как бы зависли в тишине. Вы об этом всем говорите, о пользе ухода системного, расскажете свои ощущения, которые вы, вот, Светлана пишет, я на себе отметила эффект. Расскажи, да, вот смотри, можно себя сфоткать сейчас, если вы только начинаете ухаживать за собой, с системой, сделаете фотки и фотографируете себя через какое-то время, а потом скажете, смотри, какая я была месяц назад, и сейчас, видно же, сразу разница. Да, это, конечно, сразу видно. Так, дальше мы работаем с глазками. Если у вас вот такой крем, значит, вы берете ватную палочку, капельку достаете, быстро крем закрываете. Ребят, все кремы под баночками, их надо быстро открыл, быстро закрыл. И вот так вот аккуратненько наносите на кожу, вот так, а потом подушечками пальчиков, вот этими, вот этот пальчик безымянный, он самый слабенький, он у нас практически не работает вообще, он слабенький, и мы им делаем такие хлопки к носу по нижней части, вот тут поднимаемся надбровную дугу, вот эту зону, вот эту, мы не проходим кремом, только если кожа очень сухая и дряблая, можно немножечко, тут тоже кремом пройтись, но, в принципе, ну, немножко увлажнит. Вот, у нас работает вот эта часть надбровная дуга, и вот эта вот зона. К зоне, вот, к росту ресниц мы отступаем где-то 2-3 миллиметра, то есть нельзя очень близко к слизистой подходить. Понятно, да? Крем быстро нанесли, расхлопали, растопали, я обычно или сама делаю, у меня образование позволяет, я заканчивала курсы косметолога, визажиста, вот, я делаю сама, человек кайфует, отдыхает, то есть все движения должны быть легкие, как будто бы мы работаем с лепесточком розы, то есть если мы лепесток розы начнем вот так сильно тереть, мы получим дырку, поэтому мы делаем все очень нежно, легкие можно делать такие пощипки нашей клиентке, чтобы у нее лицо подпрыгнуло, да, взбодрилось, поразовело, то есть это, конечно, нужно делать и дома, вот такие похлопывания, как с махи мы делаем, когда крем наносим, то есть это легкий-легкий массаж, ну, не делайте ничего больше, если у вас нет специального образования, хорошо? То есть это легкие, как будто, как в домашних условиях прикосновения. Следующий у нас идет крем, да, вот я вам покажу, сыворотка, есть такое понятие активатор, то есть сыворотки рекомендуется с 25 лет уже использовать активно, потому что это дает суперэффект, сыворотка, она похожа по составу с кремом, но она более мощная, она глубже доносит все питательные компоненты, да, у нее больше побочных положительных эффектов. Далее мы берем крем, вот у меня Novage, практически закончился уже, или экологен, или вы можете взять просто алоэ, или из серии Optimals, можете заказать один крем активный кислород, он тоже подходит для всех типов кожи, то есть если вы планируете работать с мастер-классами, то вам нужно взять какой-то комплект, который был бы адекватен ко всем типам кожи и возрастам, чтобы человек попробовал, как это все работает, ощутил на себе, ну, такой маленький мега подарок. Как мы наносим крем? Также берем или ватной палочкой, или продаются у нас лопаточки, я их просто не стала искать, не нашла, доставим немножечко крема, и раскидываем такие точки везде, и потом начинаем также вот массажными движениями, постукиваниями по массажным линиям, уводить их, да, и вбивать. Крем по тонику скользит идеально просто, он ложится, моментально впитывается, потом мы немножечко ждем, минутки 3-5 мы общаемся, выясняем, какие ощущения, как себя человек чувствует, делаем фотку, да, чтобы крем полностью впитался, и, конечно же, лучше всего сделать маленький макияж. Я не знаю, вы готовы к такому подвигу или нет? Ну, вы знаете, ну, конечно же, на макияж лучше поучиться делать визаж, но можно делать легкий макияж совершенно спокойно самим. Что вам потребуется? Ну, вот мы что, мы закончили, да, с вами? Прошлись, все, мы уход сделали, или крем нанесли, что нам нужно сделать? Нам нужно с вами, если макияж мы не делаем девушке, например, она соседка, сейчас пойдет домой, можно макияж не делать, мы начинаем подводить итог. То есть мы садимся с ней и говорим, ну как, тебе нравится? Записывайте себе вот эти вопросы, они очень-очень важные. Тебе понравилось? Правда, кожа стала свежее и на ощупь, и визуально, она стала вообще такая сияющая, розовенькая, правда? То есть вы говорите только то, что вы видите. Ой, уже час прошел. 16 часов. Только то, что вы видите, вы говорите клиентке, да, и она должна заметить, да, мне нравится, да, я заметила этот эффект. Третий вопрос мы спрашиваем, ты хочешь так выглядеть каждый день, чтобы твоя кожа получала все необходимые витамины, питание, увлажнение, чтобы был сбалансированный уход, а не просто как для галочки, а чтобы действительно продлить молодость и красоту твоей кожи. Чтобы всегда, глядя на себя в зеркало, ты видела отражение прекрасной девушки, чтобы вот эта твоя красота, которую тебе подарила природа, она осталась с тобой как можно дольше, и чтобы ты красиво старела. Если это взрослая женщина уже, вот, например, я, да, мне 41 год, скоро 42 уже, господи, как время летит. Вы знаете, я понимаю, что я хочу красиво стареть, я не хочу видеть сухость, морщины, я хочу, чтобы это все происходило как можно менее заметно, да, так вообще просто как-то, ну, спокойно, без стрессов, без резких вот этих скачков, отвисаний, сухости, морщин, потому что это очень некомфортно, когда ты меняешься не в лучшую сторону. Многие женщины переживают огромный стресс по этому поводу, огромный просто, и нам главное оказаться вовремя, в нужном месте, в нужное время. Согласны? Вот, и мы подводим итог и рассказываем, смотри, чем мы с тобой пользовались. Сначала мы лицо умыли пенкой, помнишь, мы ее взбили, вспенили, или аппаратиком, да, ты помнишь, как это аппаратиком все мы делали одну минуточку? Следом мы с тобой нанесли вот эту маску, да, она как раз тебе идеально подходит, потому что она тебе и почистит поры, и уберет эти прыщики, верхний слой роговой, вот этот грубой кожи. Далее мы с тобой лицо протерли тоником, это наш с тобой администратор, который встретит крем. Кстати, забыла сказать вам, что вот в рамках одной компании, да, например, вы можете взять и серии алоэ, очищение тоник, а крем взять подороже, и коллаген. То есть можно комбинировать между сериями, делать такую замену. Потом мы с тобой нанесли крем для глаз. Я, кстати, обожаю вот этот вот коллаген, крем. Почему? Смотрите, у него шарик металлический, и я когда утром беру, так быстро глазки просыпаются, он холодненький в ванной стоит, и прям так классно. Так, ну-ка поставьте хоть какие-нибудь плюсики, чтобы вы меня слышите, а то такая тишина в чате. Потом мы с тобой нанесли сыворотку. Сыворотка – это активатор, это мощная поддержка кожи после 25 лет, уже сыворотка – это просто незаменимая наша с тобой подруга, которая всегда должна быть с нами. На ночь обязательно капельку сыворотки. Знаете, если вы экономите, можно хотя бы нанести вот на эту вот зону, которая быстрее всего отвисает, овал, овал носогубные складки, чтобы вот это все поднять. Потому что иногда бывает, что это дорого. Потом мы с тобой нанесли вот этот вот волшебный крем. Да, потрогай свою кожу, довольны ли ты, как это все выглядит у тебя. Смотрите, что мы дальше делаем, ребят. Очень важно, вот когда мы поставили вот эту всю серию, вот видно вам, у меня тут столько на столе. То есть мы ее ставим вот так вот перед клиенткой в рядик, да, или кучкой, что мы с тобой всего лишь вот чем пользуемся. У нас получилось с вами раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще ночной крем нужен будет, седьмой компонент. То есть мы говорим, вот смотри, вот это все, тебе, да, тебе всей этой серии хватит примерно, ну, крема на четыре месяца хватает, а пенки хватает на восемь, девять, а то и десять месяцев. То есть у нее такой маленький расход. Тоника хватает где-то на полгода или на шесть месяцев. То есть у него идет, у каждого продукта свой срок использования. И смотри, я говорю, я тебе рекомендую взять всю серию. Ты же поняла, насколько важен комплексный уход, системный. Она говорит, да, ты готова себя побаловать таким набором? То есть мы не говорим, что там ты купишь, не купишь, слово купи, вообще покупаем, оно ассоциируется у нас с тратами. То есть там мы потратим деньги. Поэтому мы говорим, что ты готова себя побаловать таким набором? Девушка обычно спрашивает, или говорит, да, или такой вопрос, ну, я очень хочу, а сколько это стоит? Мы считаем, я, например, ну, вот сейчас мы с вами рассчитаем серию экологен. Она стоит для клиентки, ребят, помогите, по-моему, 3500. Мы берем прям калькулятор. Я прям всегда беру калькулятор, открываю или на телефоне, или где. Я говорю, смотри, серия стоит 3500. Ну, грубо говоря, да? 3500. Набираю, говорю, 3500. Она, вы по глазам увидите, у человека шок. Я говорю, давай с тобой посчитаем, сколько же ты будешь тратить на свою красоту каждый день. Делим. Примерно, давайте разделим на 5 месяцев, средний там расход. На 5 месяцев тебе хватит этой серии. Получается в месяц 700 рублей. Дорого 700 рублей вместе? Ну, как бы глаза уже, ну, 700 вроде бы недорого. Я говорю, один раз сходить в салон красоты, один раз, будет стоить примерно полторы тысячи. А то и больше. Все просто сделают полторы тысячи, а ты будешь целый месяц, утром и вечером умываться. Давай разделим. 700, мы делим на 30 дней. В день ты будешь тратить 23 рубля 30 копеек. В день? На маршрутке проехать 20 рублей, стоит. Ребят, а это ты утром и вечером, то есть мы делим напополам, на 2. Получается, утром ты 11 рублей 60 копеек тратишь, и вечером. Дорого для тебя 11 рублей, или там, утром потратить на свою красоту. Можешь ты себе позволить или нет? То есть мы спрашиваем у человека, если человек говорит, я очень хочу, мы ему можем что предложить? Девочки, мальчики, ну-ка думайте. Да, получается даром. Вы знаете, я когда вышла Экологен, я сначала такая, ого, какая цена, потом села, посчитала. Дисконт, конечно, конечно. Мы берем и говорим, смотри, я могу тебе предложить вариант просто сказочный, конфетка. Оформи дисконт, скидка 20%, то есть для тебя этот набор будет стоить всего 2 900, на 5 месяцев так же делим, получается уже в месяц 580 рублей. Делим на 30 дней, получается 19, делим на пополам, получается 9 рублей, утром 9 вечером. Плюс, если у нас она сразу закажет набор, он дает нам 100 баллов, какую выгоду еще получает наш с вами кандидат, кандидат на красавицы. 100 баллов. Что дает ей 100-бальный заказ сразу? Кто знает? Конечно, пройдет первый шаг в стартовой программе и получит шикарный подарок за 199 рублей. Если она это сделает сейчас, у нас еще идет акция «Твоя весна», там за 50 баллов у нас будут подарки шикарные. То есть вы должны владеть информацией, о какие же подарки, какие преимущества получит у нас клиентка. Потом, что смотрите, набор заказала. Мы можем ей сказать, вот эта штучка дорогая, да. Она говорит, ой, вот это хочу, но это дорого. Мы можем рассказать, какую такую штучку получить за 1000, а не за 2500. Круто? Нет, 100 баллов у нас не дает премьер-клуба. Это уже новая программа идет. Все, ребята, вы поняли, как мы работаем? То есть мы подводим итог завершения сделки. Как тебе удобнее? Чтобы я тебе заказала, это будет стоить 3500, или мы тебе оформляем дисконт, и ты получишь этот набор за 2900. Пусть человек сам выберет, потому что мне иногда говорят, «Лиль, да заказывай, что там экономить, ты мне принесешь, мне бегать некогда». Или человек говорит, «Конечно, классно, я хочу сэкономить, 600 рублей, да кто же не хочет сэкономить». И дальше у человека получаются разные плюшки. Если не может позволить себе экологен, например, девушка, можно взять ту же программку, да, вот алоэ серию, активный кислород, то есть подобрать по типу кожи, кремик, посмотреть, что в каталоге, еще в этом, в следующем, то есть скомпоновать. Далее, сейчас прям кратко пробежимся по макияжу. Хорошо? Время нам позволяет, не устали, девочки? Напишите плюсики в чате по макияжу, поговорим чуть-чуть? Или на следующей неделе макияж разберем? Ну, Лен, это понятно. Я много вам не буду говорить, потому что макияж, я планирую снимать ролики, вы будете смотреть по роликам, ладно? Смотрите, то есть мы сделали уход за лицом. Далее, я вам рекомендую в следующем каталоге выписать такой белый тюбик, основа под макияж. Это просто фантастическая вещь. Вот честно, я никогда не думала, что она дает такой эффект. Может быть, пока человек там молодая кожа, может быть, как-то не очень заметно. Но чем ты становишься старше, тем ты сильнее ценишь вот эту вещь. Это основа под макияж. Она как выглядит, смотрите, этот тюбик, маленький, ребят, а это просто беленький кремик. Видно вам? Наверное, не видно. Беленький кремик. Он наносится на кожу всю. Что такое? Даже возрастной подходит. Всем подходит. Это просто бомба. Наносится на кожу и полностью исчезает. Его не видно, он прозрачный. Он просто становится совершенно прозрачный. Что происходит с кожей? Я делала макияж недавно девушке. Она старше меня года, наверное, на два. У нее очень жирная кожа. Очень жирная кожа. То есть, прям вообще катастрофа. Вот такие огромные поры. Почему не очень дружат? Не очень дружат, может быть, от тональной основы. И то у меня пенсионеры заказывают BB крем пачками просто. Он дешевый, он им безумно нравится. Вот, смотрите. Просто в этих кремах добавляются антибактериальные компоненты. Потому что у молодежи обычно прыщи. И им даже в тоналочку добавляют антибактериальный компонент, чтобы даже, как говорится, прыщики лечились даже благодаря использованию крема. Тонального. Тональная основа. У нас не крем, а у нас основы. Да, я кратенько. Смотрите. Нанесли на все лицо. Что произошло? Я сделала клиентке такую фишку. Я сделала только на одной половинке. Кстати, тоже фишка интересная. Когда мы уход за лицом, делаем на одной половинке. Одну мы делаем, вторая, как пришла. Потом даем зеркало, говорим, какая тебе больше нравится. Такие, ааа, кошмар, давай это тоже делать. Потому что эффект очень крутой. Мы нанесли ей на одну половинку. Она посидела 2 или 3 минутки, пока он полностью впитался, высох. Я ей дала зеркало, и у нее отвалилась челюсть. Знаете почему? Потому что у нее на этой половинке поры все исчезли. Они стали вообще практически незаметны. Кожа стала матовая и ровная. Она говорит, ого, это что такое? Я хочу. То есть она сразу заказала эту штуку. Ее можно использовать без тональной основы, кстати. Далее у нас огромный ассортимент тональных основ. Я взяла 2, но у меня их на самом деле очень много. Джордани. Мне очень нравится CC крем. Я, кстати, его оценила. Это один из моих любимчиков. Он сейчас в каталоге, в распродаже. Сегодня, кстати, последний день. Он что-то там за 200 с чем-то рублей всего идет. Это волшебная вещь. Мало того, что он убирает пигментацию, осветляет кожу. Так он еще ее так прекрасно выравнивает. Я сегодня макияж делала в 8 утра. Даже не подправлялась. Вот честно. Прям пришла, плюхнулась еще, повалялась. И пришла к вам. Видите, легкий-легкий блеск прям выступил. Легкий совершенно. Но время-то уже 4 часа. У меня кожа комбинированная. Прекрасно вообще держится. А The One тоналка тоже классная. Она лучше идет на лето или для жирной кожи. Вот это прелесть. Мне очень нравится. Такую скрытую рекламу. Что мы делаем? После того, как нанесли крем-основу, берете капельку тональной основы, выдавливаете себе вот сюда на руку. То есть тон должен у вас лежать на руке, как на палитре. Естественно, ручки должны быть чистые. Всегда перед началом моете руки с мылом. Используем кисть. То есть крем у нас лежит, греется на ручке. Берем вот эту кисточку. Видите? Это кисть Giordania. Это фантастика лучшая из всего, что я видела в жизни. Вот сколько я работаю с макияжами. Это лучшее произведение искусства, которое когда-либо встречалось. Она плоская, у нее короткие ворсинки. И они очень приятные. Они такие мягенькие, набивные. Мы берем по чуть-чуть, вот так с краешку, капельку берем крема. И начинаем аккуратненько вот так вот наносить, притопывая. То есть не боком, а вот прям как она стоит. Вот таким аккуратненьким. Прошли первый слой по массажным линиям. Дальше пошли следующий слой. То есть как палитру. Готовим, грунтуем лицо. Пошли, 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 пошли. От середины подбородка ушли к ушку. Носик все прошли, вот эти носогубные, вот эти вот крылышки, носогубные складочки. Ушли вверх, сделали лобик. Сделали вторую половинку, да, первую, вторую. И дальше мы работаем шеей вот такими смахами. Раз, 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 раз. То есть мы смахиваем вниз. Как подобрать тон? Кстати, почему-то никто не спрашивает такой вопрос. Вот тоналочек нужно иметь несколько. Фарфоровую, слоновую кость и бежевую. Или розовенькую. Почему несколько? Смотрите, у каждого свой оттенок кожи. Вот, например, вот эта фарфоровая. Мы берем капельку, прям капельку-капельку, маленькую, выдавливаем. Ну-ка, выдавись чуть-чуть. Не выдавливается. Боюсь, много надавлю. То есть мы берем вот так вот каплю одну. И вот таким образом наносим одну полосочку. Раз, нанесли. Чуть-чуть растушевали. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Берем следующий оттенок. Повозрастающий, то есть фарфоровый, потемнее, потемнее. И вот так делаем три полосочки поближе к шее. То есть раз, два, три. Нанесли. Чуть-чуть их растушевали. Ждем минутку. И смотрим. Вот та полоска, которую не будет видно вообще. То есть вы смотрите, а она исчезла. Вот эту мы будем использовать. Нам важно, чтобы лицо не было как маска. Да, тут загар, а тут фарфор. Поэтому мы используем тон, смотрим на шею, чтобы оно подходило к шее. Поэтому поближе сюда нанесли. Раз, два. Иногда сразу видно. Иногда сразу видно по коже, что она прям с синеньким оттенком. Да, такая вот холодный оттенок. Да, мы берем самый светлый оттеночек и начинаем с ним работать. Самое главное, вот эти смахи не забудьте. Прямо так кисточкой тын-тын-тын-тын прошли. Вот тут вот в висках везде проработали. Если человек без челки ходит, то мы обязательно вот этот вот лоб проходим аккуратненько. И волосяной вот этот вот, как говорится, границу роста волос и кожи, чтобы не было разницы. То есть прокрашиваем вот эти все волосы. С синеньким оттенком. Ну да, бывает и такое. Дальше, что мы делаем? Нам нужна пудра. Желательно использовать пудру рассыпчатую. Моя любимая вот такая вот. Люблю Giordani серию. Выбиваем немножко в крышечку. Чуть-чуть. Берем пушистую большую кисть. Где у меня кисти? У меня вот такой футляр большой. Я в нем храню кисти. У меня их очень много, потому что я люблю разными кистями пользоваться. Берем большую кисть пушистую. Из крышки вот так набираем. Чуть-чуть стучим вот так. Тун-тун-тун по столу. Чтобы пудра распределилась туда, в волосочке, везде равномерно. Чтобы не получилось так, чтобы взяли и тун, и у вас прилипло. Ребят, как видно? Стало подвисать, да? Ну, тогда давайте закругляться. Важно, да? Припудрили. Припудрили. Поставьте все плюсики, как меня слышно. Подвисает у всех, да? Ну, тогда давайте закругляться. На следующей неделе я вам покажу макияж. Как его сделать. Напишите, пожалуйста, кто меня слышит. Обратную связь. Да, что вам сегодня понравилось. Что вы взяли себе на заметочку. Так, какие вот вам понравились фишки. Что для вас было новым совсем. Ну, когда тормозит, не очень удобно. Потому что мы уже время у нас вышло, поэтому он и начал притормаживать. Напишите обратную связь, да? Обратную связь. Запись, надеюсь, получилась. Так, что особенно для вас было таким новым. Спасибо вам, кто меня слышит огромное за внимание. Сейчас я вам поставлю какой-нибудь ролик музыкальный. Расслабиться немножко. Ой, вот мой любимый. Прям классный. Спасибо вам всем огромное. Если какие-то вопросы будут, я всегда на месте. В скайп пишите, звоните. Помогу, разъясню. Может быть, индивидуальный подбор какой-то нужен. Все, до встречи. Пока-пока. На следующей неделе продолжим по макияжу. Макияжа. Продолжение следует.